Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку и основатель школы TwinsChainis. Сегодня у нас специфическая тема – счетные слова. Тема для тех, кто только делает первые шаги в китайском, а также для тех, кто изучает китайский уже какое-то время, но никак не может понять, зачем нужны все эти счетные слова. В этом видео я расскажу, что такое счетные слова, как их употреблять, зачем их знать, как их запоминать и назову топ-15 счетных слов китайского языка, которые должен знать даже новичок в языке. Поехали! Такое определение вы найдете в учебнике и, боюсь, сразу схватитесь за голову. Давайте обратимся к нашему родному русскому языку. Что такое один сахар? Давайте назову несколько простых правил. На него можно посчитать все, что угодно. Для каждого слова есть свои счетные слова. Если вы будете везде говорить К сожалению, для нашего разума логика в этих группах не всегда понятна. Это не так сложно запомнить, если следовать системе. И скорее учите счетные слова. Сейчас я назову 15 самых употребляемых счетных слов, которые понадобятся вам в быту. Что такое счетное слово? Счетное слово указывает нам, к какому классу предметов относятся то или иное существительное. Классы могут отличаться в зависимости от признаков. Например, форма или размер. Такое определение вы найдете в учебнике. И, боюсь, сразу схватитесь за голову. Давайте объясню на пальцах. Давайте обратимся к нашему родному русскому языку. В русском тоже есть счетные слова. Просто в нашей грамматике это не прописано как отдельный элемент. Например, одна ложка сахара, одна тарелка супа, одна палка колбасы, одна партия товара. Так вот, ложка, тарелка, палка, партия – это все счетные слова. В русском языке они всегда несут смысловое значение. Если сказать один сахар, один суп, одна колбаса и один товар, не до конца понятно, что имеется в виду. Что такое один сахар? Одна ложка, один стакан или один пакет? При этом мы можем спокойно сказать одна юбка или один стол, не вставляя каких-то счетных слов. И нам сразу будет понятно, что имеется в виду. Очень оригинально. А вот в китайском счетное слово требуется всегда. Назвал числительное – будь добр, назови следом счетное слово. И только потом предмет. Давайте назову несколько простых правил. Первое. Счетное слово ставится между числительным и существительным. Возьмем в качестве простого примера универсальное счетное слово «г». На него можно посчитать все, что угодно. Итак, один человек по-китайски будет вот и схема. Цифра, счетное слово плюс существительное. Все просто. Просто. Ведь это действительно просто. Дальше. Второе правило. Также счетное слово ставится после указательных местоимений и некоторых вопросительных местоимений. Че. Это на. То. На. Который. Ти. Сколько. То. Шао. Тоже сколько. Например. Чего-рен. Этот человек. Него-рен. Который человек. Чего-рен. Сколько человек. Третье правило. Для каждого слова есть свои счетные слова. Эти слова объединяются в группы. К сожалению, для нашего разума логика в этих группах не всегда понятна. Поэтому нужно запоминать, на какое слово что считается. Благо, есть две хороших новости. Первое. Это не так сложно запомнить, если следовать системе. И самое главное правило этой системы – запоминать не просто слова, а словосочетания. То есть сразу помечать себе, на какое счетное слово считается этот предмет. Например, вы учили слово «кольцо». Те-джи. Сразу же посмотрите, на какое счетное слово оно считается. А кольцо у нас считается на счетное слово «мэй». Получается, одно кольцо будет звучать так. И мэй те-джи. Одно кольцо. На сегодня это далеко не все хорошие новости. Вторая новость. В китайском очень много счетных слов. Настолько много, что даже китайцы тоже могут делать ошибки. И помнить далеко не все счетные слова. Они даже могут в процессе разговора переуточнять друг у друга, какое счетное слово здесь употребляется. Но, конечно, речь идет уже о каких-то редких предметах. Поседневные слова они все-таки знают очень хорошо. Но я считаю, что в любом случае это нужно было обязательно вам сказать, чтобы вы не переживали. Если вы вдруг не знаете, на что считается трактор или мобильный телефон, всегда помните, что у вас есть счетное слово «универсал». Г. Это будет ваша палочка-выручалочка. Так зачем тогда учить все эти счетные слова, если есть универсал, скажете вы? А затем, что знание счетных слов – показатель уровень знания китайского языка. Если вы будете везде говорить «г-г-г-г-г-г-г», китайцы вряд ли вас зауважают. Поэтому, если вы стремитесь стать реальным знатоком китайского языка, старайтесь разнообразить свой язык и скорее учите счетные слова. Сейчас я назову 15 самых употребляемых счетных слов, которые понадобятся вам в быту. Первое – это, конечно, «г». Я уже говорила, что это счетное слово «универсал», наша палочка-выручалочка, на которую можно посчитать все. Также на это счетное слово считаются люди. Например, «сэгэрэн» – «три человека». Дальше слово «хо-о». Отдельно мы его знаем в значении «род», и оно тоже является счетным словом для человека, но только в одном случае, когда речь идет про членов семьи. Спросят вас китайцы. Сколько человек у тебя в семье? Сколько членов у тебя в семье? А вы, например, ответите «сэгэрэн» – «три человека». Ну и еще одно счетное слово для людей – это «вэй». Без него вы не обойдетесь, если пойдете в кафе или ресторан. Там на входе вас спросят «ти вэй?» – «сколько персон?». «Вэй» употребляется, чтобы показать уважение к человеку. «И вэйкэрэн» – один гость, один клиент. Далее из полезных слов «хуай» – «кусок». Это слово вам понадобится в магазине, если нужно будет купить кусок мяса или кусок торта. Например, «и куай тангал». А еще это слово также в разговорном языке употребляется в значении «юань». Например, «ши куай циэн» – 10 юаней. Раз мы пошли с вами в тему еды, давайте еще возьмем счетное слово «пьэн». Это кусочек из серии «пластинка», «ломтик». Например, «ломтик хлеба», «кусок колбасы», «и пьян мянбао», «и пьян сянчан». Далее еще одно универсальное слово «жунг» – это «сорт», «вид». Везде, где вам хочется сказать «сорт» и «вид», везде подойдет это слово. Например, «и жунг пингго» – «сорт яблок». «Жи жунг рэн» – «такого рода человек». Далее, «пэн» – это у нас корешок. На корешки мы считаем все, у чего есть переплет. Это книги, словари, журналы. Например, «си пэн шу» – «четыре книги». «На пэн си диэн» – «тот словарь». Далее, «джан» – «джан» – это лист, плоскость. На это слово вы будете считать плоские предметы, такие как «стол», «кровать», «фотография», «лист бумаги», «картина». Логика, возможно, странная, но факт есть факт. Кровать, стол и бумага – это все плоскость. «Тен» – это счетное слово для одежды выше пояса. Рубашка, свитер, пальто, куртка и так далее. И для дел, например, «джэ тень и фу» – это одежда. «И тянь шыр» – одно дело. «Тхял» – это дословно полоска. Счетное слово для предметов в виде полосок. Сюда входят реки, брюки, юбки, собаки, рыбы. То есть объединяется то, что для нас вроде как необъединяемо. Например, «И тхял хэ» – одна река. «Лям хяо чюн зи» – две юбки. «Джэ» – счетное слово для маленьких животных и для предметов из пары. «И тжи мао» – кошка. «И тжи шоу». Также на это слово будут считаться маленькие мимишные собачки. То есть большая собака считается на полоски. «И тхял гоо» – одна собака. Сразу представляем себе такую среднюю или большую собаку. А маленькие собачки считаются на «джи». «Жи тжи гоо» – это собачка. Да, и кстати о парах. «Шуан» – это пара. «И шуан сьец» – пара обуви. «Лям шуан ваа зи» – две пары носков. На «тхай» вы будете считать приборы и технику. «Зе тхай кунг кьяо» – этот кондиционер. «И тхай пеннао» – один компьютер. Однако телефон вы будете считать на слово «пу», потому что он меньше размером. Также на это слово считаются фильмы. «И пу тень ел» – один фильм. Ну и последнее в топе – это счетное слово «чя». Мы его знаем как «семья», но также оно употребляется как счетное слово. «И тя рэн» – одна семья, родные. А также для магазинов, кафе, ресторанов и компаний. «И тя кафе гуан» – одно кафе. «И тя гунг си» – одна компания. А еще есть исключения. Но куда же без них родимых? Некоторые слова, правда их совсем немного, сами по себе являются счетными словами. И тут у нас ломается привычное правило. Число, счетное слово, существительное. Тут остается два слова. Число и счетное слово. Например, «И тхэн» – один день. «И мяо» – одна секунда. К таким же словам также относятся «человек» и «минута». Вот такой краткий экскурс в счетные слова. Надеюсь, что вы разобрались, что такое счетные слова и с чем их едят. Сохраняйте это видео, чтобы не потерять. Ну и главный мой совет – начинайте с малого. Изучите сначала вот этот список, который я дала сегодня. Прочувствуйте их логику. Не торопитесь выучить все счетные слова за раз. А уже потом, погружаясь в китайский язык все глубже, будете нанизывать все новые и новые счетные слова. Ну а если хотите сделать это в моей компании, приходите на мой курс «Китайский язык для взрослых. 50 фраз». На этом курсе, изучая базовую грамматику и разговорный язык, мы как раз постепенно знакомимся со счетными словами, отрабатываем их употребление и внедряем в речь постепенно, согласно моей чемпионской методике ежедневного изучения языка. Ну а на сегодня у меня все. Если остались вопросы по счетным словам, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Я очень люблю эту тему. Ну и, конечно, если есть пожелания по темам следующих видео, тоже пишите. Я читаю все комментарии и стараюсь исходить из ваших пожеланий при выборе следующей темы. С вами была Анна Кузина. До встречи в следующих видео. Пока-пока!